И в начале, к 70-летию победы, юбилейную медаль вручили накануне ветеранам в Архангельске. Торжественная церемония награждения прошла на закрытии фестиваля «Помним, гордимся, верим». Победители, чей подвиг не имеет срока давности, поздравляла талантливая молодежь из 12 городов России. Подробнее в нашем следующем сюжете. В День защитников Отечества в зале Архангельского областного театра драмы в парадных кителях и наградах те, для кого этот праздник не просто мужской день, а слава воинскому долгу. На сцене представители трех городов, героев и девяти городов воинской славы. Пятый фестиваль творческой молодежи «Помним, гордимся, верим» в этом году посвящен 70-й годовщине Победы Великой Отечественной. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что на прочном фундаменте патриотизма можно построить великую и сильную Россию. И думаю, что сегодняшний фестиваль пятый раз проходит в городе Архангельске, в городе воинской славы, является тем кирпичиком, в котором мы будем вместе с молодежью строить великую Россию. Перед галоконцертом овации и цветы тем, на чьем примере воспитывать патриотизм и любовь к родине у подрастающего поколения завещает история ветеранам Великой Отечественной войны. Эстафеты поздравлений с грядущим 70-летием Архангельск принял у Федерального центра. 20 февраля юбилейные медали вручали в Кремле. В День защитника Отечества награды из рук мэра Виктора Павленко получили ветераны-архангелогородцы. Я пока ее видел только в газете, так, это самое, еще коробочку даже не успел открыть в жены сумочки. Дома рассмотрю. Песни, стихи, хореографические постановки, каждое слово и движение о войне. Молодые таланты стремятся заключить память о национальной трагедии и подвиге в искусстве, как одном из самых эффективных средств воспитания. Николай Павлович Ефремов на вручение награды пришел с правнуком. Юноша собирается служить в ВДВ. Патриотизм и отвагу в этом подростке воспитала семья и биография прадеда. Очень сложно сказать за все пройденное. И ощущения такие... Ну, трогательные. Прожил я такую жизнь и прошел войну. После концертов воинов-победителей приглашают на групповое фото запечатлеть момент и в очередной раз пожать мужественные руки пожилых, но по-прежнему бравых солдат и офицеров. С букетами и наградами они не расстаются. На пиджаках и кителях в плотных рядах найдется место под новую медаль. Максим Апарин, Алисия Иванова, Александр Кузнецов. Новости РНТВ. Архангельск.